Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы вас приветствуем на Ваганьковском кладбище. Сегодня мы попробуем снять четвертую часть. Попробуем, потому что мы уже четвертый раз пробуем ее снять. Раза три у нас возникали какие-то технические либо природные неполадки, которые мешали нам это все сделать. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг во время просмотра вы обратите внимание, что там как-то звук, перепады звука какие-то возникают или картинка как-то не такая. Это все от того, что сюжеты из всех наших попыток войдут в эту часть. Сегодня мы пройдемся по самым таким уже окраинам, покажем вам все, что не показывали раньше. Первая могилка на сегодня – это могилка Крылова Виктора Александровича. Это был у нас драматический писатель, один из авторов энциклопедического словаря Бракгауза и Ефрона. Больше всего он работал в жанре развлекательной комедии. Памятник недавно был отреставрирован. Вы можете видеть, как он блестит тут всеми своими отреставрированными боками. Дюбюк Александр Иванович – это был российский пианист, композитор, музыкальный педагог. Отец у него сбежал из Франции, от французской революции. Был он маркиз и вот сбежал, скрывался в России, как говорится. Александр Иванович написал много фортепианных пьес и этюдов. Особое внимание уделял русским песням и цыганским романсам. Раньше его романсы и песни можно было слышать из всех увеселительных заведений, по свидетельствам очевидцев. И сотрудничал с самыми известными певцами, в том числе и Шаляпин исполнял его песни. И до сих пор его песни исполняют очень хорошие исполнители. Дмитрий Николаевич Чичигов или Чичагов – русский архитектор и преподаватель. Работал он в Москве во второй половине XIX века, мастер русского стиля. Создатель Тургеневской читальни, Московской городской думы. Также он создавал храмы, школы, всякие различные общественные здания. Ну и в годы революции многие его здания были уничтожены. Скоробогатов Николай Аркадьевич – это актер театра и кино, заслуженный актер Российской Федерации. Был он участником Великой Отечественной войны. Служил стрелком в воздушно-десантном полке. Умер от болезни почек. Снимался он очень много. В основном это были роли не главные. Но некоторые очень такие заметные роли. Это как Марка Захарова в фильме «12 стульев». Он сыграл дворника Тихона. И в очень хорошем фильме, который мне очень нравится, «Формула любви», он сыграл такого крепостного кузнеца-философа. Вот похоронен он на втором участке. Следующая могила – это Исаев Анатолий Константинович. Футболист, спартаковец, чемпион Олимпийских игр 1956 года, неоднократный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по футболу. Тимирязев Климент Аркадьевич – это русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза. Один из первых в России он стал пропагандировать учения Дарвина о эволюции. Был он также популяризатором науки. В качестве этой своей постаси он писал книги, биографии всяких различных великих ученых. Также он был заслуженным профессором Московского университета. В честь него названа Московская сельскохозяйственная академия, также станция метро Тимирязевская. Серпуховской-Тимирязевской же линии. Вот эта вот аллейка Ваганьковского кладбища, по которой мы тут ходим, она тоже называется Тимирязевская. Похоронен он на 13-м участке. Рядом с ним похоронена его жена и сын. Сын Аркадий Климентевич, профессор физики Московского государственного университета. Тоже профессор. Пётр Петрович Репнин, актер театра и кино. Участвовал в театральных постановках ещё с 14-го года, то есть ещё до революции. Учился на режиссуре на курсах Мейерхольда. С 47-го года он стал сниматься, не стал сниматься, а стал актером театра, студии и киноактера. Женился он один раз всего в жизни на своей соседке по коммунальной квартире, которая вот этой всей актерской жизни не выдержала и очень скоро от него ушла. Больше он женщинам не верил, никогда больше не женился. Ну, с какими-то женщинами он всё-таки жил, но официально в брак не вступал. Вот одна из сожительниц ему родила дочь и, по-моему, через три недели умерла. И вот после этого он очень сильно изменился, стал очень заботиться о дочери, дочь его, видите, тоже здесь в похороне, называли её Ольга. По настоянию Ивана Пырьева она стала монтажёром, работала на телевидении, по-моему, она была одним из основателей творческого объединения «Экран». Ну, монтировала всякие телевизионные программы, телевизионные фильмы. Вот. Снимался Пётр Петрович Репнин в таких фильмах, как «Подкидыш». Помните, да, он с Фаиной Раневской играл мулю. Муля не нервируй меня, вот муля как раз это вот Пётр Репнин был. Также фильмы были «Белый клык». В фильме «Кавказская пленница» он сыграл главного врача психиатрической лечебницы, куда Шурик попал. Снимался также в фильме «Щит и меч». Длительное время жил в коммунальной квартире, очень долго жил в коммунальной квартире, и уже просто друзья ему стали говорить, ну, Пётр, ну что такое, ты такой заслуженный человек, напиши Брежневу. Брежнев любит фильм «Подкидыш», любит мулю, он тебе не откажет. Ну, и в итоге уже, когда дочь стала взрослая, когда уже квартирный вопрос назрел, всё-таки он Брежневу написал, ну и Брежнев не посрамил его ожидания, действительно, дали ему небольшую квартиру на улице Мосфильмовская, вот, в которой он, ну, где-то лет восемь, по-моему, прожил и благополучно скончался. Похоронен он на втором участке Ваганьковского кладбища, недалеко от храма. Гарри Яковлевич Гродберг, вот могилочка, органист, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кроме всего прочего, он также являлся почётным членом Баховского общества города Лейпцига и Генделевского общества Германии. Был он учредителем фестиваля Баха служения в Калининграде, по-моему, и ежегодного Баховского фестиваля в городе Тверь. Ну, в связи с чем он был почётным гражданином города Тверь. Вот, покоится он тоже на втором участке Ваганьковского кладбища. Ну, мы с Вячеславом, конечно, не великие знатоки органной музыки, но вот, проходя мимо, увидели такой вот интересный памятничек. Нас он заинтересовал. Вот, мы немножко посмотрели в источниках и вот рассказываем и показываем. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая могилка, это будет Стунжис Николай Ульянович, младший лейтенант, командир звена 120-го истребительного авиационного полка. Ну, немножко информации про него мы почерпнули от его однополчанина Николая Николаевича Штучкина, который написал в свое время книгу «Грозное небо Москвы». И она в интернете есть. И там вот как раз про Николая Ульяновича Стунжиса немного написано. То, что это был единственный человек в полку, у которого было высшее образование. До войны он работал на заводе начальником цеха. Во время войны стал летчиком. На обратной стороне памятника написано, что он защитник Москвы. Так оно и есть, так оно и было. В одном из воздушных боев он сбил Юнкерс. Как описывает Штучкин, что залетел какой-то там Юнкерс к ним, скорее всего, с разведывательной целью. Скорее всего, он не знал, что там аэродром есть. Потому что, если бы он знал, кто бы стал летать над аэродромом с истребителями. Ну вот, были подняты самолеты в воздух. Те, кто с земли наблюдал за Стунжисом, они говорили, что что-то, наверное, происходит не так, потому что он очень длительно как бы нагонял Юнкерс на малой высоте. И потом в какой-то момент резко поднялся вверх, пристроился в хвост и немца сбил. Но, тем не менее, как бы недолго он провоевал. 29 октября 1941 года сам он на самолете МиГ-3 погиб в воздушном бою. И погиб в воздушном бою. Следующая могилка это писатель Василий Григорьевич Янчевецкий. Псевдоним у него был Василий Ян. Был он автором исторических романов, лауреатом Сталинской премии первой степени. Главное его сочинение было историческая трилогия «Нашествие монголов». Ну, все, наверное, помнят. Были такие книги Чингисхан, Баты и «К последнему морю». Похоронен он на первом участке Ваганьковского кладбища на дорожке, которая граничит с четвертым участком. Что интересно, изначально Василий Ян был похоронен на Армянском кладбище. А потом в какой-то момент почему-то решили его эксгумировать и перезахоронить на Ваганьковское кладбище. Ну, кто смотрит наши ролики знает, что Армянское кладбище находится через дорогу от Ваганьковского. Поэтому в чем вот этот великий такой смысл был, чтобы перезахоронить человека через дорогу, я не знаю. Но, видимо, какая-то необходимость была в этом. Следующая могилка это такое совместное захоронение. Писатель Борис Львович Янглинг прозаик, публицист, сценарист, драматург и военный журналист. У него была дочь, она звали ее Виктория Янглинг. Она была виолончелистка, композитор, педагог, лауреат международных конкурсов виолончелистов, заслуженная артистка РСФСР, впоследствии, по-моему, с 90-го года она жила в Финляндии, ну, и уже она умерла, и, видимо, там же и похоронена. Сам Янглинг Борис Львович, видите, да, умер очень рано, в 48-м году, и впоследствии на его жене женился поэт Илья Фрэнкель, который заменил отца вот для Виктории Янглинг. Вот, сам поэт Илья Львович Фрэнкель печатался с 25-го года, участвовал в Великой Отечественной войне, был специальным корреспондентом фронтовой газеты «За честь Родины». Несколько поэтических сборников он написал. Такие песенки написал, как «Гимн Коминтерна» «Пролетарии всех стран соединяйтесь», «Давай закурим», ну, такая фронтовая песня «Давай закурим, товарищ, по одной». Песенка «Одесский порт» и многие другие. Занимался он также публицистикой, переводами, написал также автобиографический роман «Река времени». Вот такой вот интересный такой камушек, затянутый весь паутиночкой, очень интересный. Следующая могила это Цейц Сергей Сергеевич, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Был он мастер эпизодических ролей, озвучивал зарубежные фильмы, озвучил ряд мультипликационных фильмов, которые снимались в 60-70-х годах. В частности, его голосом говорит Барон Мюнхгаузен из всеми нами любимого мультипликационного фильма. Также он озвучивал в сказке о потерянном временем Василия Порфирьевича, главного злодея. Если помните, был такой мультипликационный фильм, несколько серийный, волшебник изумрудного города. И вот в некоторых сериях Сергей Цейц озвучивает урфин Джусе. Покоится он на четвертом участке, недалеко от забора. Вместе с ним, судя по всему, покоится его сын. Ну и жена. Не, нет, не жена. Отец, мать и сын, видимо, с ним похоронены. Субтитры создавал DimaTorzok на первом участке была нами обнаружена еще одна могилка воина, который погиб в Великой Отечественной войне. Как гласит надпись на памятнике, советский воин Чижов Геннадий Иванович родился в 1922 году, погиб смертью храбрых 12 июля 1944 года под городом Ковель. Вот еще одно такое захоронение профессор первого московского медицинского института Александр Михайлович Преображенский. Вот такой солидный памятник у него. Покоится он здесь вместе со своей супругой. следующая могила следующее могила это Житков Борис Степанович все мы все мы знаем и помним это русский советский писатель прозаик путешественник исследователь автор популярных приключенческих рассказов и повестей произведения о животных ну такие книги у него все помнят в детстве читали рассказы о животных назывались что я видел была такая книжечка в общем очень вообще у меня например Борис Житков ассоциируется с Николаем Носовым то есть видимо я как-то в одно время читал произведения того и другого автора поэтому как-то у меня такая устойчивая ассоциация но кроме того что он много писал для детей оказывается у Бориса Житкова был очень серьезный роман о революции 1905 года назывался он Виктор Вавич и люди которые его читали современники они считали что это очень серьезный роман очень высокую оценку ему давали но как-то он был выпущен непонятно как-то не в то время не тем тиражом не в том месте и в общем очень многие люди про этот роман даже и не слышали например Пастернак говорил что он был удивлен тому что когда он прочитал роман ему захотелось как-то его обсудить с кем-то и выяснилось что никто совершенно этот роман не читал и даже не знает о его существовании и он сам Борис Пастернак нашел тогда уже приехал чтобы просто поцеловать ей руку потому что настолько он был восхищен этим романом а современники которые уже как бы читали они считали что вот этот роман он как бы одного уровня вместе с пастернаковским доктором Живаго то есть вот такой вот казалось бы писатель для детей такую вот серьезную проблематику поднял ну и вот ну и умер собственно говоря Борис Житков от рака легких опять же вот на шестом участке нашли такой интересный надгробный памятник башенка такая с ангелами вот сейчас Вячеслав вам ее продемонстрирует с ангелами 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 к할ист千 В прошлой серии нашего исследования наш маргинальный друг Константин Литвинов на могиле Николая Старостина, основателя футбольного клуба «Спартак», футболиста, говорил такую долгую речь. Говорил о том, что было у него еще три брата, кроме того, что сам он был футболистом, они тоже все были футболисты, все так или иначе имели отношение к команде «Спартак». И вот на седьмом участке есть захоронение еще двух братьев Старостиных. Это Старостин Александр Петрович, он был первым капитаном футбольной команды «Спартак», защитником, по-моему, был. И их брат тоже Андрей Петрович, тоже он был защитником, тоже играл в «Спартаке». Ну вот, здесь они покоятся на седьмом участке. Ну, видите, что болельщики не забывают, посещают, вот шарфики спартаковские висят, так что вот сейчас все вам покажем. Субтитры делал DimaTorzok Еще один воин, Бурых Владимир Иванович Политрук погиб в августе 42-го года. Но по данным сайта Мемориал, младший политрук Бурых Владимир Иванович пропал без вести под Ростовом в июле 42-го года. Поэтому тут у нас два варианта. Либо тела здесь нет и просто здесь родственники сделали такую вот условную могилку, чтобы было где помянуть. Либо на сайте Мемориалка это уже недостоверная информация, потому что тут все-таки указано месяц гибели август, а на Мемориале июль. То есть, ну, возможны разные варианты. Еще один воин, Еврунов Владимир Акопович, герой Советского Союза, родился 2 августа 1922 года, погиб 12 февраля 1945 года. То есть, до конца войны оставалось уже совсем чуть-чуть, но вот Владимиру Акоповичу дожить до этого дня не удалось. Следующее захоронение. Галис Леонид Павлович, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Работал он в Московском театре имени Ермолови. В кино дебютировал он в 1947 году в фильме «Поезд идет на восток». Потом были у него такие фильмы, как «Два капитана» Василий Суриков. В фильме «Сказка о мальчишеке-бальчаше» он сыграл главного буржуина. Также фильм «Гранатовый браслет» и многие другие. Покоится он у нас на седьмом участке. Хотя, хотя, все официальные источники говорят, что могила Леонида Галлиса находится на шестом участке. Вы этому не верьте. Находится она на седьмом участке. Субтитры создавал DimaTorzok В наш сюжет могилка «Выгорбин ваннер Владислав Абрекович». Это один из предводителей Бауманской преступной группировки. С 17 января 1994 года, находясь в своем автомобиле, был расстрелян из автоматического оружия. Вместе с ним погиб и его телохранитель Глодин Михаил Владимирович. Ну, кого интересуют подробности, как он там дошел до жизни такой, с кем воевал и все такое прочее, это все подробности можете посмотреть сами в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Михайлович. Он снимал фильм «Крылья». Вячеслав, покажите. Субтитры создавал DimaTorzok Еще один боец, Михеев Александр Николаевич, родился в 1960 году, погиб в 1981 году. «Проявив геройство и мужество, погиб, выполняя интернациональный долг, вдали от родины». Ну и вот такой вот стишок у него написан. «Но той веселости прекрасной не требуя от меня напрасно, и юных гордых дней ты не вернешь. Их нет». Вот мы добрели до могилы художника Василия Тропинина. Читаем эпитафию. «На сём месте покоится прах академика Императорской академии художеств Василия Андреевича Тропинина, скончавшегося 1857 года мая третьего дня на 1978 году своей жизни. На сём же месте погребено тело и супруги его Анны Ивановны Тропининой, скончавшейся 1855 года сентября 30 дня на 1975 году своей жизни». С обратной стороны памятника вот такая надпись. «Знаменитый художник-портретист Василий Андреевич Тропинин, 1776 года рождения, умер в 1857 году. Крепостной получил свободу на 1947 году жизни». Следующая могила – это прекрасный артист театра и кино Григорий Данилович Павлович. Пеньковский. У него был псевдоним Георгий Светлани. Это очень хороший артист. Очень мы его все хорошо знаем. Я уверен, что все мы его любим. Все порядочные, все уважающие себя режиссёры считали своим долгом его у себя снять. Он очень у многих снимался. Ну, правда, всё это были роли небольшие, эпизодические, или роли второго плана. Пожалуй, наверное, самая такая вот основная роль у него была в фильме «Спорт, спорт, спорт» у Элема Климова он снимался. Очень любил его снимать также Леонид Гайдай. То есть он у него во многих комедиях снимался. Тоже там вроде роли небольшие, эпизодики, но очень запоминающиеся. Например, там в фильме «Кавказская пленница» Григория Пеньковского, там Георгия Светлани. Даже в титрах нет. Но эпизод очень всем запомнился. Ну, это когда возле пивной бочки трус, балбес и бывалый стоят, передают пиво. И вот пришёл дедушка, ему кружка пива досталась. Пока он там пену сдувал, у неё её отобрали. То есть, вот, собственно говоря, это был Георгий Светлани. Также в фильме «Бриллиантовая рука» вот он ходил, был членом домкома, ходил за Ноной Мурдюковой в такой шапочке соломенной в шляпе. Вот. А так вообще у него была очень интересная жизнь. Он родился ещё до революции в бедной крестьянской семье. Потом отец его отдал в школу юнг. Вот. И там уже за примерные успехи и за ангельский голос Гринь Копеньковский был направлен для прохождения службы на императорскую яхту «Штандарт». Там он был товарищем по играм цесаревичу Алексею. И всю жизнь потом с теплотой вспоминал о царской семье. Даже в те времена, когда вспоминать как бы было небезопасно. Вот. И потом он уже, также ещё до революции, он служил регентом. Он играл на скрипке где-то там в оркестре играл. Вот. По-моему, с 18-го что ли года он уже стал драматическим актёром. А псевдоним Георгий Светлани у него появился вот таким вот образом. Он был на гастролях в Швеции, по-моему. И жена написала ему письмо, что вот она родила дочь, назвала её Светлана. И вот в это же время Григорий Пеньковский решил, что возьмёт себе псевдоним и назвался Георгий Светлани. Похоронен он на 16-м участке Ваганьковского кладбища. Ваганьковский кладбища Лабас Александр Аркадьевич. Это был советский художник, представитель русского авангарда 20-30-х годов, член группы ОСТ. Группа ОСТ это было такое объединение художников, которое как бы расшифровалось как объединение художников-станковиков, которые занимались тем, что воспевали советскую действительность. Ну это индустриализация, какие-то советские спортивные достижения с использованием приёмов современного европейского экспрессионизма. Хитров Станислав Николаевич. Это актёр театра и кино. Закончил он в ГИК с отличием. Потом работал в театре-студии киноактера. Прославился он после фильма «Девчата». Там он сыграл Филю Егорова. Если помните, Николай Рыбаков играл бригадира лесозаготовочной бригады, а Хитров играл бригадира конкурирующей бригады. Ходил он в шапке-кубанке, на которую, собственно говоря, они и поспорили, что повариха Тося будет бегать за Рыбаковым, как собачонка. Также он снимался в фильмах «После свадьбы», «Увольнение на берег», «Время вперёд», «Я родом из детства» был такой фильм, «Бег по Булгакову», «Вечный зов», «Мёртвые души» и многие другие. Скончался он от пневмонии. Похоронен на 16-м участке Ваганькиского кладбища, недалеко от тропиночки. Субтитры создавал DimaTorzok Погоржельский Михаил Бонифациевич – это актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участвовал в Великой Отечественной войне. Кстати, был он награждён Орденом Славы. Мы все знаем, что Орденами Славы раньше обы кого не награждали, то есть надо было прям что-то действительно героическое совершить. Работал он в театре имени Моссовета, снимался в таких фильмах, как «Огненные версты», «Война и мир». Там он сыграл Барклай де Толли в фильме «Щит и меч», «Два капитана», озвучивал мультипликационные фильмы. Похоронил вместе со своей женой, это была у него жена Карташова Ирина Павловна, актриса, народная артистка РСФСР. Также она была участницей войны, работала она в госпиталях, потом с концертными бригадами ездила по фронтам. И 70 лет она также проработала в театре имени Моссовета. Карташов Виктор Николаевич, актер театра и кино. Театральный режиссер, народный артист РСФСР, один из основателей театра, современник. Впоследствии он работал в МХТ имени Чехова. Снимался в таких фильмах, как «Скверный анекдот», «Тритополи на плющихе», «Это веселая планета». Там он сыграл капитана гуманоидов, помните, они такие, с какими-то аквариумами на головах ходили и попали на празднование Нового года в Советский Союз. Также снимался он в фильмах «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Михаил Ломоносов». В 1993 году снялся в фильме «Троцкий», ну, Троцкого сыграл, собственно. Также играл в фильме «Ермак». В сказочке, в такой, если помните, «На золотом крыльце сидели», он сыграл роль Кощея Бессмертного. Так, ну и умер он от разрыва аневризмы аорты в институте имени Склифосовского. Похоронен на 14-м участке Ваганитовского кладбища. Ваганитовского кладбища Акуневская Татьяна Кирилловна. Это была актриса, заслуженная артистка РСФСР. Работала она в театре имени Ленинского комсомола. Снималась она в таких фильмах. Ну, она начала сниматься очень рано, еще в 1934 году. Она снялась в фильме «Пышка». Потом у нее были такие фильмы, как «Звезда пленительного счастья», «Возвращение резидента», «Крах операции резидент». Последнюю роль она снялась, по-моему, в 2001 году. Был фильм такой «Сверчок за печкой». Ну, Татьяна Кирилловна всю жизнь выглядела очень хорошо. Когда ей было где-то 85 лет, она даже решила сделать пластическую операцию. Но когда делали операцию, занесли ей гепатит. И через два года она умерла. Отец у нее был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне. И вот потом, когда будете смотреть могилку, увидите, что там на плите написано «Окуневский Кирилл погиб в 1937 году». Ну, скорее всего, там тела, конечно же, нет. Потому что расстрелял он раз на Бутовском полигоне, то, скорее всего, там он и покоится. Но, тем не менее, как бы на могильной плите его имя выбито. «Окуневский Кирилл» Сейчас мы находимся на могилке Александра Ивановича Левитова. Это был такой писатель. И тут вот тоже такая вот, за место эпитафии надпись «Изобразившему горе сел, дорог и городов». И можете обратить внимание, что вот эта вся стелла стоит на постаменте, который выполнен в виде книги. Здесь видно корешок, а с той стороны как бы срез. Так, и с другой стороны памятничка написано «Погребен среди товарищей писателей М.А. Воронова и М.И. Орфанова». «Миша». Ну, видимо, такое у него было прозвище. И вот тут можете видеть, такая вот книга лежит. Кто-то ее тут оставил. «Серый мужик. Народная жизнь в рассказах забытых писателей XIX века». Ну, то есть, судя по книге, можно судить, что это забытые писатели XIX века, похороненные под камнем Сим. Ну, и вот, видите, тут есть раздел Александра Ивановича Левитова. И даже могу вам прочитать про него краткую биографическую справку. А и Левитов 1835-1877 из семьи священников сам закончил духовное училище и поступил в Тамбовскую семинарию, которую бросил, несмотря на сопротивление родителей. Почти без денег пешком отправился в Москву, а затем в Петербург, где поступил в медико-хирургическую академию, мучительно переживший свою социальную чуждость литературному миру, имевший склонность к спиртному, бухал. Левитов тяжело выстраивал отношения с журналами. Творческий расцвет Левитова пришелся на первую половину 1860-х годов, когда им были созданы многочисленные очерки, отразившие богатые опытские тальчества и знания социального дна народной жизни. Умер от чахотки в совершенном разорении. Вот такая вот суровая судьба русского писателя. Книгу мы оставим здесь. Ну, сами видите, вот она вся уже намокла, вся такая грязненькая. Ну, уж не нами положено, не нами и забрано будет. Следующая могилка – это Котеночкин Вячеслав Михайлович. Был он кинорежиссер-мультипликатор, художник, заслуженный артист РСФСР. Ну, понятное дело, что рисовал он и ставил мультипликационные фильмы. Ну, и, наверное, главная его заслуга, за которую мы его будем помнить и любить еще очень и очень долго, это создание сериала «Ну, погоди». То есть вот такой вот он был. Шпаликов Геннадий Федорович – советский киносценарист, кинорежиссер, поэт, учился он во ВГИКе, во время учебы дружил с такими режиссерами, как Тарковский и Кончаловский. Человек он был очень талантливый, написал сценарий к таким фильмам, как «Застава Ильича», фильм «Ты и я», «Долгая счастливая жизнь» был такой фильм, причем там же Шпаликов выступил и как режиссер. Это была единственная его режиссерская работа. В главной роли там снялась его жена на тот момент, Инна Гулая, а также Кирилл Лавров, молодой еще Кирилл Лавров. Также по его сценарию был снят фильм «Я родом из детства», «Я шагаю по Москве» Георгия Данелли. Во время съемки фильма «Я шагаю по Москве» Шпаликов придумал песню, ну, одноименную песню «Я шагаю по Москве» буквально на съемочной площадке. То есть и песенка оказалась достаточно такая успешная. Всем она очень сильно и быстро полюбилась. Но были у него, конечно, и проблемы в жизни, потому что все вот эти фильмы, которые мы вот перечислили, почему-то советская киноиндустрия не очень-то их сильно стремилась выпускать на экраны. То совсем ложили на полки, то как-то очень долго они их не выпускали, то очень маленькими тиражами выпускали, что материального достатка, конечно, Геннадию Шпаликову не приносило, в связи с чем у него начались проблемы с алкоголем, в связи с этим уже начались проблемы в семейной жизни актриса. Вот его жена Инна Гулая, она от него ушла. И в результате все дело кончилось плохо. Геннадий Федорович Шпаликов повесился. Вот как вот можно посмотреть на памятнички 1 ноября 1974 года. И вот такая надпись снизу. «Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут». Ну вот частенько мы вам показываем различных бойцов, молодых ребят, которые погибли в различных войнах, в различных военных конфликтах. А вот сейчас, проходя мимо, мы вот нашли такое интересное захоронение. Три молодые девушки. Написано «Пионер-вожатые». Тамара Куртова, Оля Емельянова, Надя Аболенская. Погибли 30 августа 1945 года. Ну то есть уже после победы. Что там произошло, где они погибли, что это был за пионерский лагерь, мы не знаем. Но вот сейчас памятничек вам покажем. Следующая могила – это, так можно сказать, семейное захоронение. Актер Кенигсон Владимир Владимирович. Был он актер театра и кино. Народный артист Советского Союза. За фильм «Падение Берлина» он получил сталинскую премию первой степени. В этом фильме он сыграл нацистского генерала Крепса. И товарищ Сталин, когда смотрел этот фильм, игра Кенигсона ему очень сильно понравилась. Он сказал, что вот именно так и надо изображать врагов нашей Родины. Соответственно, фильм получил сталинскую премию. И в числе лауреатов был и Владимир Кенигсон. Также он играл в таких фильмах, как «Два билета на дневной сеанс», «Майор вихрь», «17 мгновения весны», «Огненный мост». Потом был такой еще фильм «Салон красоты». Кроме того, что он занимался актерской деятельностью, также он работал на радио, озвучивал мультипликационные фильмы. И дублировал иностранные фильмы. И на этом же участке похоронен зять Владимира Кенигсона. Вот это артист Алексей Сергеевич Айбаженко. Также он был актер театра и кино. Поменял он за свою жизнь несколько театров. Учился он в Щепкинском училище. Потом работал в Воронежском драматическом театре. Потом, по-моему, был Московский театр драмы и комедии. Потом театр имени Маяковского. И потом уже с 1967 года он работал в Малом театре. Ну, собственно, Владимир Кенигсон тоже в Малом театре работал. Дебютировал Алексей Айбаженко в кино в 1960 году в фильме «Простая история». Потом были такие фильмы, как «Третий тайм». Это про матч смерти, который произошел в августе 1942 года между киевским «Динамо» и фашистскими захватчиками. Также фильм «Бой после победы», вариант «Омега», «Время выбрало нас». Ну, наибольшую известность, пожалуй, ему принесла роль комиссара. Комиссара Данилова, по-моему, в фильме «На всю оставшуюся жизнь», режиссером которого был Николай Фоменко. Какой Николай? Петр Фоменко. Кроме этого, также он работал на радио, на телевидении. И скончался он от гипертонической болезни. Так, вот еще один мемориал мы с Вячеславом посетили. Вот как написано, здесь похоронены советские граждане, погибшие в 1941 году при бомбежке фашистами города Москвы. Вот тут целый список фамилий. Следующая могила – Кузькин Виктор Григорьевич. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион Советского Союза, шестикратный обладатель Кубка Советского Союза. Ну и, естественно, по хоккею клюшечка, шайба, шлем на могилке присутствует. Хочется еще сказать, что в районе 43-го участка есть такой вот наискость направленный указатель, на котором написано «к могиле спортсмена Кузькина». Мы с Вячеславом сначала не были в курсе событий, но решили, что это где-то в районе вот этого же участка. Походили, побродили, ничего не нашли. А оказывается, могила эта находится на 59-м участке, и надо пройти еще пол кладбища, чтобы к ней выйти. То есть этот указатель просто указывает куда-то вот на деревню дедушки. Продолжение следует... Алов Александр Александрович. Настоящая фамилия у него была Лапскер. Это кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Окончил он свое время в ГИК. Впоследствии работал на киностудии имени Довженко, потом на Масфильме. Преподавал во ГИКе, работал в театре «Современник». Режиссер таких фильмов, как Тарас Шевченко, Павел Корчагин, «Скверный анекдот», «Бег» — это по пьесе Булгакова, «Тегеран-43», «Берег», «Мир входящему» был такой хороший фильм, и другие. Также писал кинофильмом сценарии. Следующее, опять же, семейное захоронение. Актер Любезнов Иван Александрович, актер театра и кино, мастер художественного слова, народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии второй степени. Снимался он в таких фильмах, как «В шесть часов вечера после войны», «Встреча на Эльбе», «Солдаты свободы» — в этом фильме он сыграл маршала Толбухина. «Летучая мышь» был такой фильм, «Водевиль», помните. Там он сыграл дежурного тюремщика. Первая жена Ивана Любезнова — это была Марина Ладынина, известная советская актриса, которая впоследствии ушла от него к режиссеру Ивану Пырьеву. Иван Любезнов как-то недолго горевал и женился на младшей сестре Марины Ладыниной. Это была Валентина Алексеевна. Спокоится она теперь вместе со своим мужем. У Ивана Любезнова и его жены Валентины родился сын Михаил. Сын Михаил тоже был актером, но снимался он не очень много, потому что параллельно работал еще в Министерстве культуры. И там как-то чиновники от Министерства, видимо, не очень любили, чтобы их сотрудники снимались в фильмах. Ну, самая, наверное, его такая запоминающаяся роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя» он сыграл Чарли, ну, такого парня в очках, в кепочке. Все помнят. Вот. Ну и в связи с такой вот творческой невостребованностью Михаил Любезнов пристрастился к алкоголю, стал выпивать и окончилась у него жизнь как-то вот при каких-то непонятных обстоятельствах загадочных. То есть, ну, одно остается однозначно. Он принял какие-то таблетки, в результате чего он как бы и умер. Но, опять же, возникли две версии. По одной версии люди говорят, что он совершил самоубийство, по другой версии как бы говорят, что никакого самоубийства не было, просто он от алкогольной зависимости. Ну и приобрел какие-то препараты, которые необходимы для этого. Ну, то ли он там дозировку не так рассчитал, то ли не знал, как их принимать и принял их неправильно. Ну, в общем, факт остается фактом. Он принял какие-то таблетки, в результате он двое суток не могли его добудиться и в конечном итоге он все-таки умер. Вот. У Михаила Ивановича Любезного тоже был сын, которого он назвал в честь своего отца Иван, Иван Михайлович. И официальные источники говорят о том, что вот этот самый Иван Михайлович, он в 90-е годы пропал без вести. Вот такая вот информация. Но сами посмотрите, на могилке стоит крест Любезнов Иван Михайлович. Родился в 76-м году, умер в 2016-м году. То есть, как бы уже далеко не 90-е годы. Значит, как-то информация все-таки поменялась. Получается, что Иван Михайлович Любезнов как-то все-таки обнаружился. Ну, тоже умер он в достаточно молодом возрасте. Где-то даже 40 лет ему не было. 39 лет полных. И упокоен он вместе со своими родителями, со своими бабушкой, с дедушкой, вот на 56-м участке Ваганьховского кладбища. Тайный советник Башилов Александр Александрович. Он был русским генералом-майором, героем Отечественной войны 1812 года. За войну 12-го года он получил орден Святого Георгия 4-й степени. Одно время состоял в должности директора комиссии строений в Москве. В его честь названа одна из улиц в Москве. Ну, соответственно, Башиловская улица. Сын у него, Александр Александрович Башилов, был поэтом и дружил с Пушкиным. Продолжение следует... Логановский Александр Васильевич. Русский скульптор, мастер декоративной скульптуры, классицизма. Он, в частности, знаменит тем, что был автором горельефов храма Христа Спасителя. Ну, еще того храма, который был разрушен в 30-е годы. И некоторые из этих горельефов, они сохранились и хранятся на Донском кладбище. Ну, на территории Донского монастыря. У нас на канале Г-85 есть сюжет, который называется Старое Донское кладбище. И там как раз-таки мы очень подробненько показываем эти горельефы. Так что, кому интересно, можете это все посмотреть на нашем канале. Вот, собственно говоря, вот такой большой у него памятник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еще одна интересная могилка. Генерал-майор Суслин Дмитрий Иванович родился в 1900 году, упокоился в 1954 году. Ну, и как вы сможете сейчас вот увидеть, на памятнике такой нарисован герой Буденовец с винтовкой. Ну, то есть, видимо, карьера у него военная началась еще в те самые времена. Спасибо. 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 Недалеко от Колумбария вот обнаружилась такая вот интересная башенка. Сейчас вот Вячеслав вам ее покажет. Спасибо. 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 Вот еще один интересный памятник мы нашли. И если тут присмотреться, то видно, что на памятнике написано «Ибо таковых есть царствие Божие». Указано, что это Евангелие от Марка. И надпись «Здесь погребены незабвенные дети». Буква «Н», буква «Ф» и буква «Л». Тенцовый, по-моему, такая фамилия. То есть, полностью имена не указаны, указаны только первые буквы. Фамилия Тенцовы. Чем интересен этот памятник, чем он привлек мое внимание, это тем, что, как правило, на кладбищах мы в виде надгробий видим кресты, которые изображают распятие Христа, либо воскресение его, вознесение Христа. А здесь на памятнике изображены страсти Христовые, причем начало страстей Христовых. То есть, когда Пилат отдал Христа людям, предал его как бы уже на казнь, первым делом его привели в приторию, где солдаты одели на него багреницу, красную ткань, терновый венец ему одели наглую в виде короны и дали в руку трость. То есть, все это здесь видно. И стали вставать перед ним на колени, говорить, радуйся, царь Иудейский. В общем, всячески над ним насмехались. А уже потом он был бит бичами и уже впоследствии передан на распятие. То есть, вот это тот самый момент, начало страстей Христовых, когда вот только-только Пилат передал Христа воинам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Завадский Юрий Александрович Актер и театральный режиссер, педагог, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза. Был он лауреатом Ленинской премии и даже, по-моему, двух сталинских премий. С 1940 года он был главным режиссером театра имени Моссовета, преподавал в ГИТИСе. Ну, собственно говоря, в ГИТИСе получил звание профессора. Шехтель Федор Осипович – русский архитектор, живописец, сценограф, один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве. Кстати, на Новодевичьем кладбище оградку на могиле Чехова как раз-таки вот сделал Федор Осипович Шехтель. Ну, по его проекту ее сделали. Ну, вы видите, у семейства Шехтель тут такое большое семейное захоронение, решетки, оградки. И что можно еще сказать? Внуком Федора Осиповича Шехтеля был Вадим Танков. Вадим Сергеевич Танков – это был артист эстрады, заслуженный артист Российской Федерации. Если вы помните, такой дуэт был. Вот сейчас «Новые русские бабки», а тогда была Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитишна. Ну, вот Танков Вадим Сергеевич как раз-таки исполнял роль Вероники Маврикиевны. Также он был автором стихов, афоризмов и различных частушек. Участник дуэта, который играл Авдотью Никитишну, это был Борис Павлович Владимиров. Вот на его могилке мы сейчас находимся. Кроме того, что вот он был участником дуэта, он еще снимался в кино, озвучивал мультипликационные фильмы. Умер он 8 апреля 1988 года. На памятнике тут, видите, никаких не дат, никаких опознавательных знаков, кроме фамилий. Ничего не указано. На памятнике для вас, как раз, краски, Шатров Игорь Владимирович В Афгике же он потом преподавал операторское мастерство, снял такие фильмы, как «Море студенное», «Добровольцы», «Синяя тетрадь» и многие другие. В качестве режиссера поставил фильм «И это все о нем». Помните, да, Евгений Леонов там следователя играл. Похоронен он на 17-м участке. Рядом с ним похоронена его тетушка Елена Митрофановна Шатрова. Актриса, народная артистка СССР. Была она лауреатом двух сталинских премий первой степени. Работала в малом театре, на телевидении, на радио, снималась в кино. Ну, это такие уже старые были фильмы, такие как «Ленин в октябре», «Застал в горах» и другие. Иванов Борис Владимирович. Актер, народный артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны. Работал в театре имени Моссовета. Снимался в таких фильмах, как «Гусарская баллада», «Конец атамана», «Чисто английское убийство», «Бешеное золото». В фильме «Россия молодая» он играл. В фильме «Возвращение резидента» вспоминаются мне также фильмы «Мираж». Если помните, был телевизионный фильм, скольки-то там серийный, по мотивам рассказов Джеймса Чейза, да, как какая-то там группа товарищей организовалась и угнала бронеавтомобиль с деньгами. Ну и все для них как-то кончилось плохо. Все-таки их раскрыли. И все погибли, собственно говоря. Ну, фильм был интересен тем, что я его смотрел в каком-то подростковом возрасте, даже в раннем подростковом возрасте. И он мне понравился, как-то показался необычным, потому что, ну, раньше показывали фильмы «Вот хорошие ребята, вот плохие, хорошие победили плохих, ну и хорошо». А тут, как бы они, герои-то, отрицательные были, вот эти грабители, но почему-то жалко было именно их, а не каких-то там вот этих полицейских, которые их искали, не мальчика, который на них донес, а вот жалко было почему-то именно вот этих вот грабителей. И вот Борис Иванов там сыграл такого взломщика по имени Джиппо, и в какой-то момент он от своих товарищей решил убежать. Ну, убежал недалеко. В процессе побега его укусил из меня, и после чего он, собственно говоря, умер. Вот. Также он снимался в фильме «Не ходите девки замуж», «Вечный зов», «Раз на раз не приходится». И, кроме всего прочего, Борис Иванов был одним из ветеранов отечественного дубляжа. Штейн Петр Александрович. Это был он сын драматурга Александра Петровича Штейна, который похоронен здесь же. Петр Александрович окончил ГИТИС на курсе Эфроса, ставил спектакли в театре имени Моссовета в московском ТЮЗе с 1977 по 1995, по-моему. Был он режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола. Как кинорежиссер снимал сериалы, такие как «Бедная Настя», «Зона» и другие. Граббе Николай Карлович. Это был киноактер, очень известный, хотя, опять же, снимался он только в основном в эпизодических ролях, в ролях второго плана. В 1943 году он окончил в ГИК, работал на киностудии «Союзмультфильм», с 1967 года, по-моему, работал в театре-студии киноактера. Ну и в том же, как он окончил в ГИК в 1943 году, и в 1943 же году он дебютировал в кино, в фильме «Мы с Урала». Вот. Также он играл у Шукшина в дипломной работе, по-моему, как-то там она называлась, из Лебяжьего сообщают, он сыграл роль. Также у Шукшина играл в фильме «Ваш сын и брат». В последнем фильме «Шукшина Калина Красная» он играл начальника колонии, такой небольшой эпизод у него был. Также играл в таких фильмах, как «Ошибка резидента», «Адъютант его превосходительства». У Тарковского сыграл в фильме Андрей Рублев «Сотника», который, если помните, зодчих там каких-то или монахов ослепил по приказу князя, ну, чтобы они брату ничего там, церковь не построили. Также играл он в фильме «Большая перемена», в фильме «Афоня» он играл начальника Жека. После собрания, когда Афоню разжаловали, он к нему приходил домой, ну, и типа, вел с ним беседы душеспасительные. Последняя роль его была в фильме «Возвращение резидента», по-моему. Ну, и еще, можно сказать, снимался он, хорошая роль у него была у Ларисы Шипитько в фильме «Крылья». Ну, кроме того, что Николай Карлович Граббе был очень хороший артист, он еще и занимался озвучиванием зарубежных фильмов, озвучиванием отечественных фильмов, ну, и, конечно, мультипликационные фильмы он тоже озвучивал. Такой вот он был мастер закадрового текста. Хмара Валентина Николаевна – это была киноактриса. Окончила она в ГИК, в мастерской Сергея Герасимова она училась. Работала она на Мосфильме, потом в театре-студии киноактера. Герасимов же ее пригласил сняться в своем фильме «Тихий дон». После этого Валентина Хмара стала достаточно известной актрисой. Потом она снималась в таких фильмах, как «За власть советов», фильм «Жажда», фильм «Люблю тебя жизнь», «Бой после победы», «Неисправимый лгун». Погибла она очень трагически. Была она на отдыхе в Батуми и там же попала под поезд. Это было 9 октября 1984 года. Похоронена она на Ваганьковском кладбище на 19-м участке. Доронин Виталий Дмитриевич – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Работал в Малом театре, в кино дебютировал в 1941 году в фильме «Боксеры». Потом снимался в таких фильмах, как «Беспокойное хозяйство», «Свадьба с приданным», «Нормандия Неман». В 1973 году снялся он в фильме «Разные люди». Это была его последняя роль. В радиопостановке «Волшебник изумрудного города» озвучивал такого персонажа, как Страшила. Жена у него – Роик, наверное, правильно будет, Констанция Францевна. Тоже актриса Малого театра. Вот у них на могилке даже такая плиточка есть, изображающая Малый театр. Ну, была у них также еще дочь, Доройна Елена. Тоже она была актрисой театра и кино. Так же, как и родители, работала в Малом театре. Ну, она уже тоже умерла. Похоронена она на Троекуровском кладбище. Так, и вот еще один момент хочу обратить ваше внимание. Николай Карлович Граббе и супруги Доронин и Роик. В интернете, когда мы искали их могилы, везде указано то, что они все похоронены на 19-м участке. Что, опять же, не соответствует действительности. Потому что и Николай Граббе, и Виталий Доронин с супругой, они похоронены на 17-м участке. Поэтому, если вдруг неожиданно кто-то захочет могилки найти, помните участок номер 17. Ну, вот сейчас мы вам еще покажем одно очень красивое распятие, попалось нам тут по пути. Субтитры подогнал «Симон» Шевцов Георгий Львович. Это был актер театра и кино, народный артист РСФСР. Работал он в Амхате. А когда Амхат разделился, перешел в Амхат имени Горького. Снимался в таких фильмах, как «Царская невеста», «Майор Вихрь», «Город Подлипами», «Семнадцать в мгновении весны» и другие. Похоронен на 20-м участке. Вот мы сейчас находимся на участке номер 20. Этот участок также называется коммунистическим участком. Здесь похоронено огромное количество всевозможных деятелей коммунистической партии. В частности, вот Вячеслав сейчас вам демонстрирует памятник пионеру комсомола за Кавказе Яков Покоев. Подпольная кличка Яша Спартаковец. Родился в 1902 году. Погиб или умер там, не знаю. В 1924 году. Также здесь всякие комсомольцы Киргизии. И всякие прочие другие герои коммунистических движений. Но вот нас привлек памятник. На нем написано Комкору-13 Павлу Андреевичу Павлову. Погибшему в июне 1924 года в борьбе за дело освобождения трудящихся. Реввоенсовет СССР. Так. Павлов Павел Андреевич. Это был советский военачальник. Участвовал он в Первой мировой войне. В Первой мировой войне. В гражданской войне. Он участвовал тоже. Хотя отец у него был генерал-лейтенант царской армии. Он сам учился в кадетском корпусе изначально. Потом учился в институте. Из института он уже, кстати, был исключен. Потому что дважды был арестован за революционную деятельность. Вот. И потом его призвали в армию. Ну так сказали, что ну папаша у него вроде как генерал. Давайте отправим его в офицерское училище. Но в офицерское училище его не взяли. Потому что жандармское управление предоставило справочки. То, что парнишка не был и надежный. Ну вот. Когда Первая мировая война началась. Он ее уже встретил в чине прапорщика. Потому что закончил школу прапорщиков. И так как это раньше было офицерское звание. То закончил он воевать в чине штабс-капитана. В чине штабс-капитана. Трижды ранен он был в Первой мировой войне. После революции естественно он влился в революционное движение. Участвовал во всех битвах. Если почитать его жизнеописание. То на всех фронтах воевал со всем, с кем только можно воевать. И с беликами, и с белополяками, и с бандитами, и с врангелевцами. У меня сразу возникла живая ассоциация с фильмом «Офицеры». То есть тоже такой неугомонный парень, который вот везде поучаствовал. И вот как раз в 1924 году он был направлен в Китай. Чтобы помочь китайским товарищам. В частности товарищу Суньи Цену. Усилить армию. Там он работал главным военным советником под фамилией Говоров. И вот там-то и случилась с ним вот эта вот трагическая гибель. При переправе через реку Дунцзян он оступился при переходе с катера на паром и утонул. То есть вот так вот человек воевал-воевал. Там несколько раз был ранен. А погиб вот так вот нелепым образом. Оступился и утонул. Урну с прахом китайские товарищи переправили в Москву. Где она была с почетом захоронена на коммунистическом участке. Но что хочется вам сказать по поводу коммунистического участка. Я так думаю, что раньше это было очень престижно. Коммунистический участок, все такое. Но сейчас этот участок, я вам хочу сказать, в полнейшем упадке. И вы сами можете наблюдать, что вот могила Комкора, она тут вся какими-то уже ветками перегорожена. Какими-то там, не знаю, сухими листьями засыпана. То есть абсолютно никакого уважения и пиетета уже здесь он не испытывает. И как мне сказал Вячеслав, надо Зюганову написать, чтобы он разобрался. Чего это героев коммунистической партии так в таком небрежении сохраняют. Фатьянов Алексей Иванович. Это советский поэт. Автор многих песен, популярных в 40-х-70-х годах. Участник Великой Отечественной войны. Он участвовал в ансамбле песни и пляски. Но при всем при этом был дважды ранен в течение Великой Отечественной войны. Является он автором стихов таких песен, как «Соловьи». Помните, да? Вот тут у него даже на памятнике строка из этой песни выбита. Песня «Первым делом самолеты». Давно мы дома не были. В городском саду играет духовой оркестр. Также песенка такая известная «Где же вы теперь, друзья, однополчане». Песни на стихи Алексея Фатьянова звучат в таких фильмах, как «Свадьба с преданным». Вот фильмы про солдата Ивана Бровкина. «Солдат Иван Бровкин, Иван Бровкин на целине». Фильм «Дом, в котором я живу» и другие. Алексей Иванович Фатьянов умер от разрыва аневризма и аворты. И когда его хоронили, от ворот кладбища до места захоронения гроб несли на руках простые люди. И вот современники этого события, они обращают внимание на то, что такое стечение народа на похоронах было только при похоронах Алексея Максимовича Горького. «Свадьба с преданным» Следующая могилка, которую мы вам покажем, это будет могилка Владимира Валентиновича Уан Золи. Был такой советский артист-цирка, киноактер, участвовал в Великой Отечественной войне. Всю войну выступал во фронтовых концертных бригадах, в том числе с Лидией Руслановой он выступал. После войны он работал в Москонцерте. Вместе с ним тут же похоронен сын Александр Владимирович Уан Золи. Но он по отцовским стопам не пошел, стал он саксофонистом. В кино Владимир Валентинович играл всевозможных китайцев, по национальности он китайц был, японцев, монголов, всевозможных азиатов. В основном это были отрицательные роли, но не обязательно. В фильме «Джентльмены удачи» он играл начальника колонии. Потом также были такие фильмы, как «Приказ перейти границу», «Сердца трех», в фильме «Ермак» он тоже играл, каких-то там местных сибиряков. В фильме «Сергей Лозо» он играл японского генерала. Ну, в общем, такой достаточно интересный, известный актер. Фотокарточку мы вам покажем. А может вы ее уже и видите. Ну, дорогие друзья, пришли мы на еще одно такое семейное захоронение. Это братья Рунги, оба достаточно известных людей. Первый брат – это Борис Васильевич, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1936 году, в 11-летнем возрасте, он впервые снялся в фильме «Белеет парус одинокий». Также, пока учился в школе, еще он снялся в нескольких фильмах. Во время Великой Отечественной войны он был младшим лейтенантом, то есть воевал он. Потом учился в ГИТИСе, работал в Московском театре «Сатиры». Если помните, был такой, юмористическая такая программа «Кабачок 13 стульев», там он играл пана-профессора. Вот после этого он организовал дуэт с Ольгой Аросевой. Снимался в таких фильмах, как «Закалялась сталь», «Свадьба с приданым», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники» и другие. Также озвучил мультипликационные фильмы. Второй брат – это Святослав Васильевич. Имя при рождении у него было Сакко. Он был писателем и кинодраматургом. Окончил литературный институт имени Горького. Написал он несколько сценариев к различным документальным и мультипликационным фильмам. В мультипликации он работал чаще всего с Борисом Дежкиным. В 1975 году с Алексеем Куммой он написал книгу «Вторая тайна Золотого ключика». Ну, если кто-то читал... Я эту книгу читал в детстве, но у меня совершенно никаких мыслей по этому поводу не сохранилось. По-моему, она мне как-то совершенно не понравилась, ничего я в ней не запомнил. Но, тем не менее, такая вот книга была. Также вот с Алексеем Куммой он работал над сценариями мультфильмов. Такие мультфильмы, как «Шайбу-шайбу», «Чиев лесу шишки», «Матч-реванш», «Метеор на ринге», «В гостях у лета», «Приходи на каток» и многие другие. Ну, то есть мультфильмы такие, знаете, более спортивная такая тематика в мультфильмах была. Авдюшка Виктор Антонович. Это актер театра и кино, народный артист РСФСР. Закончил он в ГИК, после работал актером на киностудии «Мосфильм». В кино стал сниматься с 1948 года. Самая его крупная роль была в фильме «Мир входящему». Также он снимался в таких фильмах, как «Молодая гвардия», «Кубанские казаки», «Дорога», «Живые и мертвые» в кинокомедии «33» в фильме «Освобождение», «Солдаты свободы». В «Солдатах свободы» он сыграл маршала Конева. Также еще такой вот интересный факт про Виктора Авдюшка. Его дочь от третьего брака Варвара является женой известного режиссера Тимура Бекманбетова. Ну вот, на могиле Святослава Рунги мы вам говорили, что он работал с режиссером Борисом Дежкиным. Вот мы, собственно говоря, находимся на его могиле. Это был режиссер-мультипликатор, художник-постановщик, художник и сценарист. Один из видных деятелей мультипликации, заслуженный деятель искусств СФСР. В мультипликации он работал с 1934 года. Как он сам говорил, обучался он по фильмам Уолта Диснея. Ну и вот фильмы, о которых мы уже говорили, фильмы на спортивную тематику, это как раз ставил их Борис Дежкин. Такой тоже был интересный с ним момент произошел во время бомбежки Москвы. Киностудия Мультфильм еще не была эвакуирована. И вот в доме, где он находился вместе с своей женой, в него попала бомба. Борис Дежкин своим телом закрыл свою жену, в результате чего он получил ранение в голову и потерял один глаз. Очень он по этому поводу расстраивался, потому что зрение у него и так было плохое, а тут еще и глаз потерял. Вот, и, ну вот тем не менее, глаз он потерял, зрение было плохое, но 40 лет где-то он после этого еще в мультипликации проработал. Также он несколько сценариев для Фитильки, такой вот юмористический киносборник, киножурнал был. Вот несколько сценариев для него он написал. После 84-го, по-моему, года он был уже не востребован. Зарабатывал он иллюстрациями книг, открытки рисовал, ну, делал эскизы для открыток. Вот, и где-то, по-моему, в 91-м году, вот, на фоне всех вот этих стрессов он заболел и скончался. Похоронен на 34-м участке. Так, сейчас мы находимся на могиле Сазонтьева Сергея Владиславовича. Ну, опять же, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Работал он в театрах «Современник», в театре имени Ермоловой, в театре имени Маяковского, потом в МХТ имени Чехова. Снимался он в таких фильмах, как «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Россия молодая», «Залив счастья». Потом он играл в различных сериалах и скончался он от продолжительной болезни. Похоронен на 32-м участке. Ну, такое вот семейное захоронение здесь. Вячеслав вам, в принципе, уже все показал. И вот тут фонарик как раз на могилке. Свечечку мы зажгли. На 53-м участке, недалеко от стеллы памяти жертв, которые произошли на коронации Николая II, похоронены родители Леонида Аркадьевича Якубовича. Вот можете видеть на памятнике. Якубович Аркадий Соломонович, Якубович Римма Семеновна. Неллина Нина Алексеевна. Это была советская оперная певица. Голос у нее называется «Колоратурная сопрано». Солистка Большого театра и госконцерта. Также она была, конечно, не заслуга, просто так получилось. Была она дочерью Амшея Нюрнберга. Это был художник. И Полина Мамичева. Полина Мамичева – это была балерина. А муж у нее был, муж у нее был, у нее был муж Юрий Трифонов. Юрий Трифонов, он похоронен на Кунцевском кладбище. И когда мы с Вячеславом доберемся, я надеюсь, до Кунцевского кладбища, то его могилку мы вам тоже покажем. Умерла она скоропостижно. Скоропостижно скончалась на курорте. Была она на курорте где-то в Литве. И там, предположительно, от инфаркта умерла. Пахомова Людмила Алексеевна. Выдающаяся советская фигуристка. Чемпионка Олимпийских игр 76-го года. Шестикратная чемпионка мира, Европы. Девятикратная чемпионка Советского Союза в танцах на льду. Заслуженный мастер спорта Советского Союза. Заслуженный тренер РСФСР. Писала книги о фигурном катании. Тут же с ней вместе похоронен ее отец. Отец у нее Пахомов Алексей Константинович. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза. После войны работал летчиком-испытателем. Герой Советского Союза. Бубукин Валентин Борисович. Советский футболист. Чемпион Кубка Европы 60-го года. Заслуженный мастер спорта Советского Союза. Заслуженный тренер РСФСР. Был у него такой интересный случай. В конце 50-х годов наша сборная играла. Ну, не сборная, а в составе команды «Локомотив». Он играл в Индонезии. И там шел ливень. И он ударил по мокрому от ливня мячу. И тот попал в голову соперника. Соперник сразу на поле потерял сознание. Впоследствии был доставлен в больницу. В больнице у него случилась клиническая смерть. Вот такой вот силы удар у него был. И впоследствии индонезийцы очень даже как-то его любили. Ходили за ним. Пытались ущипнуть его за ногу. Ходили легенды, что у него железная нога. И даже впоследствии, по-моему, у них там какой-то даже бренд организовался с названием «Бубукин». Который продавал там какие-то зубные пасты, кремы для бритья и прочие средства. Который продавал там какие-то зубные пасты, кремы для бренды. Каратаев Олег Георгиевич. Выдающийся советский боксер. Мастер спорта Советского Союза международного класса. Трехкратный чемпион Советского Союза. Призер чемпионата Европы 1973 года и чемпионата мира 1974 года. Ну, такой вот он был известный боксер. Ну, впоследствии в 1977 году он подрался с сыном тогдашнего министра внутренних дел Пщелокова. В результате чего получил пять лет. Потом уже в 1983 году он тоже там за нанесение каких-то тяжких телесных побоев, повреждений, сел. Второй срок у него был. Ну, и в итоге он как-то связался с криминальным миром. В 1992 году, по-моему, он уехал в Соединенные Штаты Америки. Как говорят источники, чем он там занимался, непонятно. Но как-то благотворительностью тоже занимался. Каким-то там спортсменом пострадавшим он деньги на реабилитацию давал. И в 1994 году Олег Георгиевич Каратаев был убит выстрелом в затылок на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Впоследствии тело было доставлено в Москву, похороненном на Ваганьковском кладбище, участок номер 14, напротив центрального входа. Олег Георгиевич Каратаев Ну вот, дорогие друзья, мы походили сегодня с вами последний раз, наверное, по Ваганьковскому кладбищу. И напоследок мы вам покажем закрытый колумбарь Ваганьковского кладбища. Здесь в ячейках хранится прах некоторых известных артистов. Вот, собственно говоря, их мы вам сейчас и покажем. Как гласит табличка? Русский актер Соловьев Александр Иванович. Ну, это действительно был актер. Снимался он в таких фильмах, как «Ребенок к ноябрю», «Адам женится на Еве». Наибольшую популярность ему принесла роль вора-красавчика в фильме «Зеленый фургон». Также играл он в театре Владимира Маяковского, в центральном детском театре. Умер при невыясненных обстоятельствах. Тело его было обнаружено на улице с черепно-мозговой травмой. Потом его не сразу опознали. Недели две, наверное, он лежал в морге. Потом тело опознали. Тело было кремировано. И вот тут в этой ячейке прах покоится. Народная артистка России Носова Тамара Макарова. Это была такая очень хорошая, известная артистка театра и кино. Играла она в театре-студии киноактера. Снималась в таких фильмах, как «Молодая гвардия». Там был ее дебют. «Карнавальная ночь», «Королевство кривых зеркал». Фильм «Жених бы Бальзаминова». Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». Она там сыграла Донну Розу Дальвадорец. Также, опять же, очень узнаваемая роль она играла в фильме «Свадьба в Малиновке». В последние годы, даже передачу, по-моему, про это показывали, она жила очень как бы плохо. Была у нее там мизерная пенсия. Видимо, проблемы с психикой были, потому что она вот в свою квартиру несла с улицы всевозможные вещи. Вся квартира была захламлена. Спала она там, по-моему, на двери, снятые с петель. И вот так вот она вот скончалась в такой вот в нищете. Тело было кремировано и покоится в закрытом колумбаре в Аганьковском кладбище. Также в одной из колумбарных ячейк, просто мы нигде не нашли, в какой именно секции, поэтому мы вам ее не покажем. Покойца прах одного из мужей Тамары Носовой. Это был Губарев Виталий Георгиевич, детский писатель. Сотрудничал он с различными детскими журналами. Был одним из авторов легенды о Павлике Морозове. Он как журналист освещал эту историю, ну и, соответственно, принимал участие в раскрутке этого события, так сказать. Кроме того, он написал очень известную сказку «Королевство кривых зеркал». Собственно говоря, эту сказку он посвятил своей жене на тот момент Тамаре Носовой. Если помните в фильме, как мы уже говорили, она снималась в фильме «Королевство кривых зеркал». Ну, она тоже там снималась, потому что все, муж был автор произведения, видимо, он там один из авторов сценария был, ну и, собственно говоря, сказал, что вот, надо снять мою супру в фильме, и что и было сделано. Умер он от инфаркта миокарда. Алтайская Вера Владимировна. Это тоже была такая актриса. В основном она прославилась тем, что исполняла в основном отрицательные роли в фильмах-сказках. Снималась она в таких фильмах, как «Мария искусница», там у нее была роль тетушки непогодушки. В фильме «Королевство кривых зеркал» она сыграла осырк, помните тоже. В фильме «Морозка» она сыграла мачеху. В фильме «Варвара краса. Длинная коса» она сыграла старушку из пенька. Ну и там в различных еще снималась она в бытовых каменьях. И умерла она 28 декабря 1978 года. И тоже прах ее покоится в закрытом Колумбане на Ваганьковском клавиши. Продолжение следует... Заслуженный артист России Соловьев Анатолий Васильевич. Вот еще один Соловьев, тоже актер театра и кино. Это был один из немногих артистов в Советском Союзе, которому было разрешено сниматься за границей. Ну, конечно же, в странах соцлагеря. В частности, даже в ГДР выходили открытки с его изображением. То есть такой вот он был популярный артист достаточно. Дебютировал он в кино в возрасте 17 лет. Снялся он в фильме «Девушка с характером». Потом в 1940 году, по-моему, снялся в фильме «Суворов». Потом в фильме «Цветок на камне», по-моему, он сыграл Петра Первого. Ну и дальше были такие фильмы, как «Угром река», «Фронт без флангов», «72 градуса ниже нуля», «Фронт за линией фронта», «Слезы капали» тоже очень был такой известный хороший фильм. И, по-моему, последняя роль или одна из последних ролей была в фильме «Сочинение ко Дню Победы». Ну это, в частности, был последний фильм, в котором снялся Олег Ефремов. Вот также он озвучивал фильмы и мультипликационные фильмы тоже. Артист театра и кино Пузыревский Ян Юльевич. Это был такой артист. Начал он сниматься еще с 14-летнего возраста. В фильме, по-моему, «Осенний подарок феи» он сыграл принца. Ну, прославился после ролика и в фильме «Тайны снежной королевы». Но потом еще снимался он в фильме «Авария дочь мента». Еще в некоторых фильмах играл в Московском молодежном театре, в театре на Таганке. Вот, так что такой достаточно он был успешный парень. Ну вот, семейная жизнь у него не заладилась. Женился он рано, 18 лет. Потом как-то что-то развелся с женой. И вот, 3 апреля 1996 года пришел, уже будучи разведен с женой, пришел к ней что-то там побеседовать. Взял на руки их полуторагодовалого сына и выпрыгнул с 12-го этажа. Ну, сын там как-то зацепился за ветки, там сломал руку ногу. Он выжил и сейчас с матерью живет во Франции. Вот, Ян Юрьевич разбился на смерть. И вот, покоится в закрытом колумбаре в Аганьковском кладбище. Ну вот, собственно говоря, дорогие друзья. Наше путешествие по Аганьковскому кладбищу заканчивается. Для вас оно растянулось на 4 части. Ну, это я не беру во внимание те сюжеты, которые были еще до того сняты. Просто, которое называлось «Ваганьковское кладбище». Обзор на экскурсии. Также на могиле Сергея Есенина мы снимали сюжет. У нас был такой. Вот, вот этот вот цикл из 4 серий. Вот, для нас это путешествие растянулось, ну, с учетом всех вот этих подготовительных периодов. То, что мы вот ходили, искали могилы. Потом все это приходили, снимали. Это на несколько суток, наверное. Несколько суток, если по часам перевести. Это несколько суток мы провели на Ваганьковском кладбище. Ну, что вам сказать. Что сделали мы, то сделали. Смотрите, комментируйте. А мы, наверное, с Ваганьковским кладбищем уже прощаемся. Будут какие-то другие походы на другие кладбища. Следите за новостями канала. Все это вы сможете увидеть. Ну, что еще сказать. Покойные пусть покоятся. Всем живым здоровья и долгих лет жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok